Онкобольных детей в Дагестане обеспечили лекарствами. По поручению главы республики Сергея Меликова 60 упаковок дефицитного препарата доставили в онкологическое отделение республиканской детской многопрофильной больницы. Детали в нашем сюжете. Состояние Магомеда врачи оценивают как стабильное. В сентябре прошлого года у 10-летнего мальчика диагностировали рак крови. Его немедленно госпитализировали в детскую многопрофильную больницу, после чего начался длительный курс лечения. Уже у нас третий блок сейчас идет по протоколу и состояние стабильное, нормальное. Каждый день у нас проверка, уходы, анализы. Смотрят прям идеально, очень хорошо. Мы очень довольны нашими врачами. Усилиями врачей состояние мальчика улучшилось. Муминат признается, не хватало медикаментов. С рынка лекарств исчез важный препарат, который поддерживает иммунитет ребенка во время химиотерапии. Врачи объясняют, дело не в деньгах, препараты попросту не достать. Дефицит связывают с пандемией, с сокращением объемов донорской плазмы, из которой и получают иммуноглобулин. Он, к сожалению, исчез с рынка. Министерство здравоохранения готов сегодня закупить в любых партиях, но его нет на рынке. И на аукцион не выходит ни одна фармкомпания для продажи этого препарата. Поэтому мы вынуждены были обратиться в благотворительный фонд, который имеет на сегодняшний день юридическое право закупать эти препараты за границей. Сегодня в детскую больницу передали 60 упаковок дефицитного препарата. Помощь стала возможной в том числе благодаря личному участию главы региона Сергея Меликова. Он заинтересовался проблемой и поручил организовать поддержку онкобольным детям. Мы связались с фондом Живи и Дари жизнь другим. Этот фонд на протяжении многих лет занимается именно этими детьми и помогает этим детям. И к этому вопросу также по просьбе главы республики подключилась организация SkyMedica. Мы, конечно, очень сильно благодарим организацию SkyMedica в связи с тем, что они достали вот такое количество лекарственных препаратов, организовали все и закупили и доставили к нам в Дагестан. По словам врачей, этих лекарств пока хватит на ближайшие 2-3 месяца. Власти региона и представители Благодарительного фонда Живи и Дари жизнь другим подчеркнули, что будут и дальше оказывать поддержку медучреждению. Вадим Рызыкаев, Пахрудин Амаров, Рамазан Амаров, Юсуп Гази Амаров. Время новостей.